Всем приветики! Так, Мася, Мася, кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? Ты бессовестная кошка, ты бессовестная! Слушайте, она стала вот эту фиалку просто уничтожать. Она начинает цвести, там вот бутончики. Сейчас они с Лизкой бесились. Я просто слышала, когда я умывалась, она, видимо, в приступах этой игривости, бешенства, можно так сказать, откусила опять листок. Уже не первый. Вчера я встала. Вон, видите, все обкусано. Вон они, я их обламываю, эти штучки. Вчера я встала на полу, листика три лежала. Сегодня я встала на полу, тоже лежало пару листиков. Уже сейчас, вот сейчас, пока я была в ванной, она опять обкусила листок. Наверх я ее уберу. У меня там есть еще пустые места, потому что начинает цвести. Жалко. Все? Тебе именно она нравилась? Потому что она и до этой дотянется. До этой, не знаю. Козуля! Козуля! Все, пошла на работу. А вы ведите себя прилично. Коля сегодня опять на рыбалку. Я не знаю, на сколько, на сутки, на двое. Вот. Пусть едет. А мы с кошками будем тусить. Я уже дома. Кошки скучали. Уже покусали. Отдыхает. Одна в комнате, одна здесь. Коля на рыбалку мотал. Это хорошо. Зайжала к мамочке. Когда вот думаю, когда на работе, вот нечего вообще снимать. На работе редко, когда бывает что интересное. Ну и надо бывает, да, сидим вместе там прикалываемся. А что, сейчас Анютки нет? Ольчик там у себя. Тем более, сегодня понедельник. Такой дурацкий день был. Это что-то с чем-то просто. Ну, бывают такие дни. Не сказать, что они бывают часто. Но они бывают. И сегодня один из таких дней. Что-то я пришла домой морально уставшая. Морально выжатая вся. И не знаю даже, вот что делать. Мне снимать что-то сегодня или не снимать. Посмотрим. Посмотрим, как дела пойдут. Чем я сегодня займусь. Вот ничем не хочу заниматься. Ничем. Мне там монтирка есть. Что может быть? Сяду, помонтирую. Трапком по морде. Рыбам по морде. Тум-тум-тум. Тум-тум-тум. Ты такая игручая. Кошка. Ухожу. А нет, прихожу к маме. Она. Покажи кошек. Что-нибудь. Седай, показывай фотографии. Какие-нибудь свеженькие. Потом, когда ухожу уже второй раз. Поцелуй за меня кошек. Я говорю, хорошо. В тот раз уходила позавчера. Или вчера. Не помню. Тоже она так сказала. Пришла, поцеловала. Все по-честному сделала. И сегодня тоже пришла. И поцеловала этих вот кошачьих. Кошачьих всех поцеловала. Они так меня не поняли. Сказали, Ленка, что тебе от меня надо? Целования твои нам не особо и нужны. Ну, раз мама просила, значит, я... Да, так вот грызть надо. Значит, я поцеловала. Держи сама лапами. Держи. Вот так вот. Твоя игруха. Твоя игруха. Да? Вкусно. Вкусно рыба. У-у-у. Слушай, грызишь. Вкусно очень. Ага. Сейчас дырку продыряют еще. Что ты там тюхаешь? Чем пахнет? А? Чем-то она смазана там. Мятой кошачьей. Ага. Ага. Бабах. Лети туда вниз. Сижу, отвечая на комментарии. Читаю. Иногда я просто ставлю сердечко. Ну, это говорит о том, что я комментарии прочитала. Иногда я отвечаю. И, ну, такого ничего в комментариях нету, чтобы я хотела обсудить. Единственное, единственное, я прочитала комментарии, прям хочется эти слова запомнить. И они отражают именно мою жизнь. Я так думаю. Ну, может быть, не полностью, на все 100%. Но в основном так. Счастливые люди видят во всем красоту. А ущербным даже шелест крыльев ангела мешает. Чем наполнены, тем и делятся. Всем добра. Вот правда. Даже нечего добавить, нечего отнять. Перешла на Дзен отвечать на комментарии. И наткнулась на комментарии. Спросили, Миша оценил подарок или нет. Я ничего не говорила в видео. Хочу сказать, что настолько оценил. У него такой восторг был. Он мне такое сообщение голосовое написал. Просто, ну, полный восторг. Это вообще. Разве это юпи? Так вкусно. С привкусом, на самом деле, колы. Этими томогочами. Ну, все, все, все. Они там развлекались, играли. И подарок оценил на полную катушку. Поэтому это вот стоит того. Радость доставила своего брату. Под глянем за кошками. Все на комментарии я ответила. Гляньте на эту морду, харю. Ты лежишь, балдишь. Ты лежишь, балдишь. Я выяснила, что Лиска меня любит. Мася любит это уже однозначно. Я понимаю, потому что она приходит. Она со мной спит. Она мне мурлычет. Песни поет. Эта барыня, она немножко другая. Свой характер. Приходит к Коле полежать. А ко мне приходит меня потоптать. Я спросила у Лисы, почему кошка топчет хозяина. Вот несколько причин, почему кошка топчет хозяина. 1. Проявление любви и привязанности. Кошка воспринимает хозяина как родителя и выражает свою привязанность через такое поведение. 2. Врожденный инстинкт. Топтание лапками. Связано с инстинктивным желанием маленького котенка стимулировать выделение молока из груди матери. 3. Ассоциация с комфортом и безопасностью. Мягкие поверхности игрушки напоминают кошке маму и ее уютную среду. 4. Снятие стресса. Некоторые кошки топчут предметы, когда испытывают стресс или беспокойство. Я не предмет. Короче, короче, там было сказано, что такое хорошее, что ты топчешь меня, потому что ты меня лупишь, потому что я твоя мамака. Ну, правильно, если я выненчила с месяца, да какой с месяца, прям с рождения, да, но без мам теперь осталась она уже месяц ей был. Такая взрослая, это прям была огромная, такая с ладошку, такая огромная была с ладошку. Так что вот так вот. Она меня любит, она меня топтает, топтает. Нам покрасив. Опа. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Че хвост? Масля, ты че офигела, да? Я тебя тоже люблю. Не надо мой хвост использовать в качестве игрухи. Пи-би-би-би-би-би-пир. Всем приветики. 6 августа. У меня выходной. Че-то так пасмурно с утра. Че там так пасмурно с утра? Привет, кошки. С полоскушками. Коля на рыбалке. классно здорово чего что-то давать что-то давай да но там там лежит туда залазить надо до туда ты все знаешь что умная коха мы идем мы идем кушманька и массе давай быстрее быстрее как так не получится вверх тормашками пока плана себе не построила на день но так то по дому есть дела какие-то единственно хочу храм съездить подать сорока уст из-за здравия из-за упокой потому что же время подошло но там еще придумается чем заняться традиционное утреннее кормление свиней пока свиньи кормятся кошки едят свинскую и шиншиллячу траву это так быстро сохнет мышиный горошек всего всего переверну в принципе еще денек и все и он уже готов очень быстро сохнет мне это очень нравится швынюки уже нажевают еще правда не все им дала но уже вовсю вовсю идет завтрак и хочу дать шиншиллам сейчас попробовать листик же высох это листик мать и мачехи свинки оценили но по крайней мере свежий не знаю как сухой сейчас хочу же подвялены подсушены дать шиншиллам не ну что тут происходит листик я цветки цветки то давала и не раз и знаю что можно а про листья даже не подумал что мать и мачеху и множные листья гляньте чё все нам тут нравится все мы грызем это мы с еночкой гуляли на это давай-ка попробуем или давай вот пожалуйста пожалуйста грызем все нам нравится все хорошо листики полезные я думаю ничего такого них нету расцветки это кинула коза ей яблоко надо за яблоко продаст душу на скажи листик потом съем так что вот так вот рулят листики собираюсь храм написала записочки как обычно об упокоении больше чем о здравии столько людей много что-то с чем-то ходит уходит постепенно потихоньку и список только дополняется но тем не менее есть люди которые с нами которые живы которым хочется пожелать здоровья тут у меня единочка тут у меня лорик тут и артем сейчас на лечении находится привет всем передает лисичка наши друзья много кто вот и ульчик с моей работы и бухгалтер тоже ну все хочется всем хочется пожелать здоровья и детям нашим близким миша на семье тети своей наташа ну вот как бы всех кого люблю кого хотела упомянуть записочки я написала ну и сорока уст упокоения папы царство небесное тети клавочки тоже царство небесное здравие конечно же мамочки нашей семьи меня и кули андрюшки записочки купила свечки сейчас пойду храм но прежде хочу полюбоваться красотой гляньте когда за сделали типа вот ручеек такой свечки пахнут вот здесь такая красота здесь каждый год сажают мне кажется с каждым годом все красивее и красивее сейчас поставлю свечки потом сделаю фотографии мамочки показать телеграм-канал выложить все здорово очень красиво очень-очень ромашки смели летают что тоже отцвело я тут ромашки какие маленькие такое место вот просто сесть посидеть вот там на лавочке под елочкой подумать тихо хорошо спокойно ладненько пойду храм потом еще приду вот а сессию небольшую сделаю привет зайка подбегай-ка ой а тут какие цветы вообще красота красота заупокоение покой господи душу супших трап твоих слушайте так непривычно видеть батюшку не в своей одежде церковной вот он идет своей женой наверное с дочкой худенькая непонятно кто со спины это нас батюшка который мамочку исповедует причащает так интересно кукуруза 200 рублей килограмм арбуза 75 рублей килограмм сладкий спелый пищу сейчас хожу перекресток потом может быть куплю чего-нибудь вкусненького а не не перекресток схожу посмотрю что там бабульки продают на улице но потом конечно перекресток у меня список какой цена морковочка 50 50 так нет это может на морковочку укроп петрушка по 50 наборе морковочку салат наверно набор один цветочки посмотрю здесь живете а почем от росточки вот это мороженка тыс или тогда а это почему от росточки это гераньки то розовая смотрю те вот из-под торта там по 100 рублей вот здесь вот гераньи только цвет цветы цвет не знает непонятный да 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 так позвонила линуська кое-что мне хочет там привести завести вместе про это разговаривали а потом покажу и заедет ко мне домой как раз сейчас я тут погуляю куплю что мне надо и она заедет ко мне домой кофеек чаю кстати арбузы купила уже перекрестки цена дешевле и кукурузку я тоже куплю здесь там по 200 здесь 189 и такая же молоденькая хорошая рыбки разная ваше гастрономии изделия территории ярких впечатлений не открытий встречайся новые вкусы и телекадасы откройте магию и ты которые будут вдохновать вас каждый день здесь открываются новые грани привычного перекресток не просто магазин перекресток из красного со стейк 2600 кижуч 1500 ой вот 369 огуречки 659 рыбка симпатичная ценники тоже не слабые я дома жду леночку и покажу пока я вам чё я купила кукуруза я уже показывала перекрестки дешевле чем ларьки не намного но молоденькая хорошая выбирала которая поменьше только среднего размера вот такая кукурузка здесь на 250 рублей потом помидоры по 100 рублей томаты сливовидные хочу сделать или томат или томатный сок у меня за года два или три стоит соковыжималка ни разу я не пользовалась принципе мурманске ничего тут сок и не из чего давить вот с помидор можно хочу все таки ее использовать она мне досталась практически даром там какой-то была акция розыгрыш моя знакомая мне помогла и там я заплатила буквально копейки за нее и она мне досталась практически даром но я еще ни разу не пользовалась арбуз тоже два раза дешевле чем ларьки выглядит прям рассыпчатый рассыпчатый очень красивый но я всегда себе покупаю резаные всегда срезаю тоненько-тоненько с обеих сторон потому что неизвестно какими ножами это все резалось вот это я выбрасываю боковинки маленькие ну тут морковочка зеленушка на сусерная вот такая вот все красивая морковка 50 рублей атакуют букет это пойдет свинкам ботва а морковочка сгрызется или пойдет в блюдо и купила герань непонятно какого цвета пусть будет ради интереса попробуем вырастить эту гераньку вырастет вырастет не вырастет 70 рублей не жалко а такие же меньше размером но с цветочками 150 рублей ну блин есть разница взяли за 70 зацветет значит зацветет нет ну начни судьба и купила мамульки вот такой вот йогурт ленушки йогурт и это вот к чаю кофе кофею приготовила леночки солушку это солушка у меня давно это солушка у меня вторая по счету она мне стояла в цветке первую леночку увидела у меня сразу это солушка которая первая цветы тогда стояли на кухне она пришла сова она ее увидела она сразу не могла от нее отойти и естественно я ее подарила вот эта вторая сова была на лучшее в цветке я сказала леночка я уеду можешь ее потихоньку с моего разрешения смандырить ну украсть смандырить это словечко тете клавушки так вот саша муж ей не позволил этого сделать представляете запретил сказал нет не трогай длины нет солушка не трогай и моя леночка осталась без солушки до приехала когда я она мне пожаловалась я забыла я ее отдать с ее достала на мыло это и для украшения и для полива туда наливается вода и когда земля подсыхает в горшке через вот это вот вода проходит впитывается в землю и тем самым увеличивается время которое можно не поливать цветы поэтому вот это вот солушка очередная умная к ложка поедет жить к веносику слушайте нарезая помидорки до стою режу мне в холодильнике были те которые сегодня купила и нюхаю пытаюсь услышать запах помидор ну как так можно вырастить помидоры которые практически не пахнут помидорами такой отдаленный отдаленный запах есть сливочки написано сливки грунтовые так интересно где их выращивают как их выращивают и почему помидоры не пахнут помидорами есть запах но вообще очень очень такое то не сильные ну и привкус конечно не сравнить даже близко с деревенскими помидорками хотя вот если в теплице что же выращивают даже тоже деревня есть тепличные помидоры выращивают которые первые они тоже ну совсем отличается от домашних которые в огороде но там как-то получше повкуснее но эти то не тепличные так думаю лето какие не тепличные загадка где растут такие не помидорные помидоры а мне писали в комментариях вот зачем вы привозите можно купить у себя в городе и также прекрасно все закрыть можно я не спорю но вкус и запах будет вообще абсолютно другой а масло вкусно и хорошая очень она идет это каратовская как сыр и этой же фермы его и хоть на зубе и оно хранится долго два года отлично да и морозилку не надо забивать нет не надо нормально это ну сливки от плюс 2 до плюс 8 а можно при разных между плюс 20 можно можно морозить короче везде можно на этой цепи пайка подводим что классно спасибо я такой даже при карте не видела так иди давай кофе пей голодная бедная несчастная я пришла домой как выжатый лимон какая тут уборка какое тут что-то делать время два часа я есть хотя что вчера такая я думаю что ты такая замученная я быстрей борща нагреть последний день когда можно поесть борщ больше мне борща съесть нельзя все баски вареные вкусно вот взяла этот последний вообще взял и поели как рухнула лена я думала я вообще не встану просто не стану уши заложила сейчас опять уши заложенные к вечеру опять ничего есть нельзя вообще ничего сейчас ешь хотя бы еще время и три дня у меня будет один бульон куриный а в четверг я вообще могу только бульон пить бульон один в четверг пить до шести подождите теперь как потом перед операция вернее перед госпитализацией да а вот четверг у меня один бульон масса а в шесть вечера уже не бульона не чая вообще ничего только воды можно и до десяти утра следующего дня я опять буду голодной испытанию тебя дни нервотрепки вчера поехали домой только пришла только встала начала ползать думаю пойду хоть кофейку попью дима принесся бегом кошек кормить уже все уже уехали уже кошкина она нас одна да конечно убиралась моника это это хорошая кошка но она к себе в дом залезла чужих не знает и никого не это не потом ходят куда два лотка а лолита это жопа с ручкой это типа твоей шуши даже миска близко не проходи у нее даже морда вот такая знаешь сморщенная как у корыги старой нет она это веслоухая и она вот так вот там вода как у корыги вот она значит такая сидится недовольна и зашки дается кстати машина не укомплектована твоя перчатка осталась у меня не сегодня заходить 316 за направлением на рентгеноскопию на 5 сегодня ну да надо было забрать направление это не все вот только позвонили они вчера звонят типа ну что надо взять направление все-таки нашли мне место на 9 число три дня полной голодовки типа но вы знаете да потому что к этому к оперативному а если к оперативному это все строго это курица это бульон это никаких овощей никакой картошки морковки хочу на воде на бульончике я был понятно сразу захожу в 316 пока там свекров у меня думаю обитает она у меня ничего нет я был как а ягод кто город на вас заявку подавал я во вчера я вам не звонила я в автозвании я говорю хорошо заведующий нет она в отпуске вот телефон 960 мне звонили я сейчас иду прямо вот сейчас звоню в госдрав отдел чтобы мне нервы не мотали вы мне надоели так вы не в мдц идете я не пьяная только когда в мдц делали рентгеноскопию желудка там мдц его не делают это у вас 411 а да вы стоите как срочник вы есть другая растерялась будут люди знаешь как это и ушла бы они мне сейчас сказали у вас рентгеноскопия в 10 часов надо прийти в 9 за час чтобы взять направление так потому что народу очень много ты я голодная там будущее сидеть до умрачного состояния сейчас я пришла мне направление не дали спасибо и побегла так подожди это тебе это тебе ну что леночка прискакала леночка ускакала на еще и сегодня практически полдня со свекровью там была куча тоже всякий заморочек по здоровью потом туда-сюда короче галопом по европам до покой нам только снится вот этот стону этот ему принесла мне маслица гляньте какое масло это с пайкан упаек очень хорошие я такое масло честно говоря не пробовала меня подкупает то что она долго хранится и хранится в банках я поставлю в холодильник и пускай там стоит у меня есть деревенское масло она закончится и когда она закончится у меня будет запасик дом леночка наш нам дела вот пайки кстати раньше были пайки такие что половину выбрасывали на помойку да ну и на помойку там на корм животным туда-сюда сейчас много из пайков прям нормально все съедобное так что так вот у меня гостинчики и выпечки куча осталось я печенье хотелось сегодня сделать у меня тесто было готово и я его размораживаю но мне было морозилки творожное тесто но уже обратно пихать не буду сделаю печенюшка недолго хранятся леночкина выпечка поля придет с рыбалки у нас тут много вкусного много-премного эти мои кошки на окошке вдвоем стали лежать вы стали обрывать эту полочку без конца икра я сегодня уже так обмотала что не знаю не должны оборвать тетяка любовь морковь да оба на ну это чё такое ну ты столько любила ее все мафия и стеночка договорились чтобы дома не сидеть насидимся зимой хотя зимой тоже не насидимся куда-нибудь надо ездить выходить из дома когда есть такая возможность какой-то новый магазин открылся она там была сыном и завтра заедет за мной после поликлиники с утра и мы с ней поедем она мне повезет показать пошарахаемся посмотрим поглазеем погуляем ох и мордочка ох и мордочка и про кого она рассказывала про котов я просила корм сфотографировать там люди уехали в отпуск оставили два кота две кошки да вот их кормить надо за ними убирать надо надо каждый день ходить вот она к ним ходит по не могу над этими кошками включила камеру сделала фоточки то так лягут то всяк лягут а сейчас вот лисонька решила использовать масеньку в качестве подушки и масенька совсем не против знаете денючий и мы холёсенькие тащил эту бандуру которая соковыжималка на меня даже в коробке видите не распакованная ой батюшки у матушки ой батюшки тирачи нежность или сама все умывает там осеток такая чисто уже вся блестит она сейчас достану посмотрим что тут у меня за зверь в коробке живет послушайте ну такой вот не слабый агрегат это емкость для сока а это я не пойму что это наверное мерный графин в подарок или что это было такое сейчас в инструкции почитаю даже не стала читать посмотрела на картинку поняла что это вот для жмыха а вот это вот для сока ну чё сейчас буду пробовать короче семён семёныч это вот для сока это для жмыха там даже мерные вот эти вот рисочки сколько сока будет получаться а сюда будет лететь отходы слушайте включила чуть не обалдела там сзади рычажок сейчас посмотрю что там на нем написано нарисовано видимо там мощность ну насколько больше меньше я крутанула она как заскакала все запрыгала сюда жмых туда этот помидоры сверху летят и и еще тут только не было я начала крутить потом выдернула из розетки сейчас посмотрю с той стороны что там нарисовано ну да по ходу тут несколько режимов я поставила наверно на большой режим надо на единичку я поставил да надо наверно на единичку было я на максимальный на двойку вот единичка двоечка сейчас на единичку попробую ну да на единичке летит во все стороны поменьше мощность поменьше но я уже вот эта вот крышечка да ну туда толкушкой прикрыла и настолько большая производительность вот просто за пол за несколько секунд даже не полминуты наверно сразу вот этот полностью сколько я положила все это сок выжимает и вот это вот я сделала наверно секунд за 30 за 40 вот это вот объем а жмых а жмых танюшка его использовала тоже некоторые из краснополе она мне рассказывала на его на аджику он тоже хорошо или просто проварить потом можно зимой в булев этот борщ добавлять как заправку большевую то есть это все пойдет удела включая через время что мне тут происходит я уже закипятила томатный сок добавила туда соль ку сейчас немножко покипит банки я уже простерилизовала гляньте какая красота какая прелесть хоть помидорки не особо пахучи но вкус помидорный в соке есть есть и дах и гораздо вкуснее чем покупную сок покупать в банках тем более там частично вода здесь с помидор все натуральное здесь у меня будет соус соус который подойдет и к макарошкам и да куда угодно в первое к мясу куда угодно его добавлять что я сюда добавила я сюда добавила но должен прокипеть и прокипеть на минут 30-40 чтобы все стало мягким добавила сюда чесночок просто порубила чесночок лучок перчик болгарский и перчик острый все больше ничего конечно же я посолила все это хорошенько прокипит уксус добавлять я не буду вот не буду зелень тоже не буду добавлять она у меня замороженная потом когда буду готовить буду добавлять вот это вот и зеленушку отдельно поэтому пусть хорошенько все покипит будет мягким тоже по баночкам и такая вот своеобразная соус тире заправка кому как нравится у меня получится сок закрыла вот что получилось сегодня тютелька немножко не сработала вот эта баночка неполная закатала заправочку и тоже немножко не сработала тютелька в одной баночке немножко не хватает но все равно нормально получилось 5 баночек заправочки и 5 баночек сока ну и все на этом все видео буду заканчивать всем пока всех люблю конечно же до новых видео